На самом деле, приветствовать вас сегодня, 15 апреля, в музее института Синер-Рейхов. Сегодня мы с вами знаем большой праздник, Синер-Мудрия института, день принятия факта Рейхова. Как это произошло, как вы прекрасно знаете, 15 апреля 1935 года в Вашингтоне, в Белом Доме. Прежде чем мы перейдем к программе наших выступлений, позвольте мне в качестве приветствия и такого предупределения нашей беседы зачитать несколько фраз, несколько предложений. Елена Ивановна Рейхова. В дни неслыханных бедствий и разрушений, когда люди метутся, не находя выхода из порожденного имени хаоса мышления и действий, поднимается мировая фигура водителя духа и культуры, и раздается светлый и бодрый призыв к новому строительству, к новому осознанию всечеловеческих отношений и всех духовных и творческих ценностей. Знамя мира, знамя культуры, поднятая Рейхом над всем миром, истинно объединяет всех сильных духов, всех отрешившихся предрассудков и пережитков условностей, и поднявших неизбежность случившегося и стремящихся к истокам духа, чтобы в этих известных истоках, извечных истоках, подчеркнуть новые силы для нового радостного культурного строительства. Все старые идеи, отрицание, возделение отживают и частью уже очередь. Нужны новые призывные формы, единение и утверждение мощи единого духа человеческого. Нужно понимание великого водительства духа, ибо лишь в этом целительное начало мира. И несколько предложений о культуре Николая Константиновича. Культура есть накопление высочайшей благодати, высочайшей красоты, высочайшего знания. Культура есть глубочайший устой жизни, скрепленный высшими серебряными нитями с иерархией эволюции. Культура сокращается всего возвышающего, путевой столб истинной эволюции. Культура покоится на красоте и знаниях. Растет она осознанием благословений и иерархии света. Культура есть следствие лучших накоплений знаний. Есть утверждение примата духа, есть стремление к красоте. И еще одно предложение Елены Ивановны. Культура – биологическая жизненная основа бытия. Как вы знаете, в Пакте Иериха вводится требование уважения и защиты к учреждениям культуры, к сотрудникам, которые там работают, и к историческим памятникам. Уважение и защита. А уважение к чему? О защите чего в конце концов идет речь? Конечно же, речь идет об уважении и защите духа и его водительства. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово вице-президенту Международного фонда «Рериховское наследие» Владиславу Ревичу Мунастырскому. С нами Мина и Пакт Рериха во время войны. Уважаемые организаторы, участники и гости, сегодня мы отмечаем поистине знаменательную дату. Ровно 79 лет назад был подписан Пакт Рериха. Первый в мире международный договор, посвященный защите культуры. Самым широким, всеоблегающим значением этого понятия. Николай Константинович Рерих дал, на мой взгляд, самую правильную трактовку этого всеохватного понятия. Он когда-то сказал, что слово «культура» содержит в себе два древних санскритских хора. Слово «корень пульт» — служение и «корень огня» — «свет». И вот служение свету — это и есть правильный и нам более близкий перевод этого действительно великого и всеохватного понятия культуры. Пакт Рериха берет под охрану не только культурные объекты, но и работников культуры во время войны и мира. Исторические памятники музея и научные и художественные образовательные и культурные учреждения считаются нейтральными и как таковые пользуются уважением и защитой воевающих сторон. Таким же уважением и защитой пользуются сотрудники выше названных учреждений. Такое же уважение и защита распространяются на исторические памятники музея, научные и художественные, образовательные и культурные учреждения как во время войны, так и в мирное время. Это основополагающая мысль, цитата из Пакта Рериха. Николай Константинович утверждал, что культура может обеспечить устойчивый и прочный мир на планете, уничтожить самое поле войны. Понятие мира и культуры разделить невозможно. Даже знамя охранительной культуры, предложенное для обозначения охраняемых памятников учреждений, указанных в факте, получило именование «Знамя мира». Я, как русский боевой офицер, служивший в лидерном спецподразделении, вы об этом знаете, много раз бывал в горячих точках и в боевых конфликтах, и не понаслышке знаю, что такое война. И понятие мира и культуры разделить невозможно. Поэтому, к сожалению, во время нахождения в боевых действиях многократно видел, как люди переступают не только к какому-то человеческому счету и опускаются ниже самых бытых живого, как понятие культурно-нравственности испаряется и попирается, и все превращается в прах и пепел, имея в виду библиотеки, хранение музея и прочее. Такое чувство, что идеи, заложенные 79 лет назад, к сожалению, так и не смогли найти широкого отклика в деятельности правительства стран и народов. Сейчас, в очень сложное время, мы знаем происходящее событие, ставят мир на грани, на грани новой войны, эскалация растет и сталкиваются любыми два самых близких братских народа. Я бы сказал, что один народ, славяне, пытаются какому-то призму разделить и раздуть пожар войны. И вот, особенно в нашем этом теме, очень важно обратить внимание всех мыслящих людей на важность фактора эхо для всего человечества и непосредственно в нашем дне для каждого из нас. Слава Богу, сейчас существует интернет и мир связан вне каналах телевидения и активитальных лент и промоагентств. И каждый от себя лично может выводить на своей страничке той или иной соцсети и этими низкорками света объединить, и этими низкорками света связать, садкать планетную линию света, планетное полотно знамени мира. Дело в том, что с этими предложениями я, как доверенное лицо народной артистики Анны Медвеевка, и она, как широкопутный человек, поддержав инициативу, мы обратились дважды в главе нашего государства, Владимиру Владимировичу Путину, с письмами, в которых изложили наш взгляд на вещи и определенные просьбы. Я не знаю, наверное, стоит зачитывать тексты писем, но дело в том, что глава государства, несмотря на всю свою великую занятость, нашел возможность исключить не для отписки текстов писем, а поручил и советникам своим, и целому коллективу глубоко вникнуть в суть вопроса, и, соответственно, что породило ответную реакцию. Мы получили ответ на наше обращение, причем то, что происходит там, на большом верху, действительно всели большую уверенность в хорошем завтрашнем, будущем дне. Вот слова из ответного письма, которые по поручению Владимира Владимировича Путина написал нам Владимир Вячеславского, советского президента Курктурии. В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, ваше обращение на подписание мирового сообщества фактора Рейха внимательно рассмотрено, и идеи необходимости международной защиты культурного наследия формулировались Рейховым в первые два десятилетия XX века. В 1928 году они были обличены в форму международного договора, получившего название БАК Рейха. Разработка силами общественных организаций, в том числе и благотворительного фонда Рейховского наследия, текста новой конвенции на основе идеи Рейха, как единственном инструменте установления глобального мира в целом мире, может только приветствоваться. На этой радостной ноте разрешите закончить выступление и перейти к обсуждению этого. Текстовая часть моих договоров, конечно, гораздо больше. Здесь и исторический фактор Рейха, который был опубликован в Музее института в 2005 году, к 70-летию фактор Рейха была проведена огромная работа и научно-историческая, и архивная. И были опубликованы документы из бывших секретов, художник мира, среднего конгресса США. Рейха Бах, директор Рейха, директор Рейха и первозданный вид в фактор Рейха, о чём была публикация В нашей книге мы провели международный на базе СПГУ юридического форума, на котором выступили лучшие юристы, международники. И все это было издано потом из материалов конференции, и вы также знаете и имеете эти книги у себя, и у нас уже, да-да-да, нам нужно было доставать. Помимо этого, музей-институт к 70-летию, вы знаете, провел прецедентную акцию, когда из огромного количества стран мира были предоставлены музейные подлинники. И нами, что в Манеже было собрано более тысячи экспонатов и выставлено, и с установлением памятника Николая Георгиевича Юрьевича и наши последующие труды, по которым, наверное, оставил заключение Алексея, имеют место выкидки многими широкими днями. Поэтому два моих доклада прошу принять решение. Да. Мы, наверное, сказали, что я замечаю, что Мюстер Крым-Сверху, освященному фактору Юридовского музея, Крым-Сверху, тоже, в общем-то, в кануну фактору Юридовского перестроена. Спасибо. Слово представляется председателю общества «Зов к культуре» Олегу Николаевичу Чеблакову. Некоторые размышления о действиях военных группах. Пожалуйста, напишите. Ну вот, я, как бы, наступлюсь в продолжительстве. Ну, для начала, немножечко другого планета. Мы, когда говорим о нашей внешней культуре, и с вами, у нас искусство. Понимать культуру как-то свободное, великое искусство, знание – это прекрасно. Ну, я, честно говоря, акценты сразу представляются в движих искусствах. А если сразу считать восприятие пополненной культуры – это как родить, ну, скажем, охраны культурных связей. Ну, допустим, сам творец культуры. То есть вам в себе, если не деятель, был участник этого культурного поля, культурного процесса. Но мы не забываем еще и о том, что культурный гибкий – это первую часть пополненной света. И вот мы сами в своей работе эти акценты долгое время никогда не выявляли, не представляли на этой движущей позиции, и руководоружили, и что новая эпоха наступает, новое время. А мы как-то в том, что мы знаем. Да, мы декларируем очень много говорим о культуре. То есть во всем, даже в телевизорском пространстве, сквозь огромное количество инфиденций, выставок, работа ведется. Можно даже, например, смотреть. Каждый день почти новости какие-то. Где-то произошла выставка. Где-то кто-то выступил. Где-то какие-то экспонаты, ну, открытия. А для нас это все как бы само по себе. И подумалось, что можно быть с поборной конкультурой. А что-то концентрировать внимание в первую очередь нужно. И снова время. Время не только объединения. В точке разделения. Сколько произойдет в близком движении, в том же, об объединении. Практика, тем более начинающих, служить. Мы говорим, давайте пойдем в объединение. С кем как? Вопрос просто стоит. На самом деле, когда Бог приглашался в всеобщее всемировое объединение людей, на основании культуры, приглашался главный день. Должны были объединиться по ролике света, а не только родители всех общих историй о культуре и искусстве, но и отдельно по поводу вариантов культуры. Подумалось, что маловато у нас происходит именно вот этой москитинской работе. Что мир определился. У мир определился или родился когда-нибудь совершенно скалом. Мы иногда приходим к людям и удивляемся. А почему же так мало людей вообще с премьерных культуре, с высокой высоте, знаниями? Но нам теперь уже не нужно удивляться. Оказывается, уже все многие люди определились. Они еще внешне были так, как обычные люди. Но они уже определились в свое место и внутренней волю. Их божество. Их божество. Их божество. Их божество. Их божество. Кого тогда мы должны спасать. И сказано было, что культура спасения и рефктура спасения. Мы должны спасать тех людей, кто уже определил свой путь к цепету, но еще слаб к воле. В нем недостаточно укреплена эта воля. И к ним должно пришло быть слово. Слово твердое, неполебимое. Я подумал в просветительной работе. А ведь, допустим, в миру культурить две одинаковые задачи. Это просветительное и хранительное. И чаще причитать больше степени хранительных. Они должны быть, во-первых, не только на равные основания, они должны быть взаимовязаны и разделимы. И тогда в просветительной работе мы могли бы отметить, что надо шире говорить не только объединение, но и разделение. Новое время, новое эффект. В чем он заключается? К нам люди часто обращаются и спрашивают, а каковы признаки этого нового времени? Ну, там, конечно, если мы объясняем столько катастроф, катаклизмов, аварий, упознение там и подобное, всего того негативного, и там, ну и раньше это все включалось. Это же есть признаки только лишь. А есть признаки утончения тех людей, кто определился к устремлению, кто действительно почувствовал дыхание нового времени. И тогда поднякает вопрос, каким же образом образом все это доросить. Я думал, вот как раз Лига культуры должна этим заниматься. Главная задача, а не приступим. Чтобы все это донести, малоиметь, ведь это определенный мощный комитет в голове. Подумалось, вспомнилось, вернее, когда-то была инициатива, может, кто-то вспомнит сейчас Мамонову, кто на алтаре забывал, знает Мамонову, да, он двигал идею, ну, располняет делающие силы Лиги культуры. Давайте мы сами организуем приоритеты, их будет много, а потом они объединяются. Самая идея, как Лиги культуры, была какая? Добровольное основание. Не отчет, как ты избранные или выбранные, а добровольные. То есть все, кто желает, что действует в моем репетиалке, никто никогда не спрашивает об решении, действует ли Лиги культуры, это не действует. В режиме надо вспомнить о том, что даже когда-то при обществе образовали отдельно стоящие комитеты Лиги культуры. Вот эти мысли я особенно занимаюсь сейчас, и видите, что они должны быть ведущими, потому что носители света быстро поймут, что именно они носители культуры, что они за нее ответственны. Ну и в связи с этим вспомнились о факте Рериха в большей степени. Многие, ну, как проникал в глубину учения, должны надо использовать другой, что два магрита устанавливаются. Два магрита устанавливаются. Два магрита и Эморейха. Вот эти два магрита, они по-кредимы должны быть. Если малейшее изменение в факте Рерих устанавливается, то это будет не факт Рериха. Рериха устанавливала суть напряжения в факте Рериха. Синерсификации для изменений не имеет никакого смысла. Поскольку они сравнивали бы все варианты, проще и доступны, чем раньше было 10 лет, может быть, сам язык несколько не отличает современностью, может быть. Промневовки, внестатуры, может быть, общепритивные стандарты, можно найти общение в нелишной необходимости, какое-то изменение вообще дополнения. Все там есть. Просто для своего количества. Еще правильно сказали, что самый главный вопрос в том, что мирное время установлено на хранение культурных ценностей. А то же сейчас это бывает. Без этого, без этой магии, без этой акции вообще теряется у вас Рериха. Это все эти последние конфликты. Мы в них столько раз принимали участие, знаете. И где была объявленная война? Нигде. Даже двое положение было объявленное, только в Чечне. Даже в Комендарской части. А война шла. Ну и теперь здесь по поводу. И здесь по поводу. Спасибо, Игорь Николаевич. Позвольте поставить слово Юлия Валентине Спиридоновой, кандидат к культурологии, старшим преподавателем университета культуры. За все второго господства, Дорца музея русского декоративного укладного искусства и интерьера 18-20 веков. От Парта Рериха к кодексу культурного расследования. Игорь Николаевич. Спасибо большое. Очень хорошо, что передо мной рекламы очень важны фунтурительные доклады, и очень легко отталкиваясь от них, потому что мы не хотим быть солидарными. Для меня всегда очень важно понять, о какой-то определенной идее. Потому что идея, в том числе и северная культура, мы знаем, что очень много, различных наследителей, и это не так, что очень яркие наследия, как раз таборатория наследия. Но даже у ярких наследия указано, что их наследия рекламы анонсируют, а потом они начинают вспоминать, изучать, и власти, и эти идеи и с пониманием. Идеевых, они всегда были непонятницы, и, конечно, они служили в первую очередь на диспетитских идеях, для развития вашей целости, культура. Но я все-таки запомнила, что, может быть, какие-то идеи можно было бы использовать для реализации красной культурии, для того, чтобы израбатывать основы, при сомнении с оборудованным деталями, я положила очень характерные детали. Бактрейка не нужен, точнее, культурика, как сундуру. По паку Эриха очень везде уже в начале является целостной генетикой не просто юридическими людьми, а не коммунифестами, поэтому можно назвать тем нормальным естественным сатонином и культуриным целостным. Эта целостность является в педнице на очень широкое вид из-за лета, которых было 30-е годы в Викинадзе, в педнице, были очень отвержены их причинами, потому что они не жизнеспособны. и в то же время на самом Международном Комитете от лица Франции порадовала очень серьезные документы, которые в принципе повторяли которые важны в заказ. В 30-е годы зародилась два образа системы международных храмов отдельных законов о охране археологическом развитии, о вращении нелегального возраста ценностей, об охране памяти фактически такой аналог актрейха. И вот этот контекст международного документа представляется очень важным от того, что на тот момент актрейха очень серьезно отличался своей целостностью. В помимо того, что объект архана очень целостного шрапа, в этом документе нужно смотреть также то, что станет не органом, то, что выяснили. Хотя это не является современным документом, но это можно сделать из знаменных творческого этого, его концепцию культурного наследия, которое израбатывалось 20 лет до этого и последний результат большой творческой работой. меры сохранения наследия отражены в факте за счет тех учреждений такой памяти, как измерительные, внутренние, научные учреждения, и сам музей, хранения хранения своих кодексов и зданий, если достаточно так. Поэтому память реха не так юридический документ, хотя это действующий юридический документ, а скорее идея кодекса культурного наследия, которому необходимо развивать в нашей стране и которого очень не хватает. У нас стройный конец уголовного гражданства очень понятно, но законы о культуре наследия, реставрация очень разрозненные. Даже войну, например, если мы берем закон о культуре наследия, в нем нужны локализм. Не говоря уже о том, что между собой законы вступают в объективное наследие ЮНЕСКО и отчуждение его запрещено в отчуждение его запрещенного законов. создать свои права. Это говорит о том, что наша система очень несовершенна. и наверное на идеях необходимо начать движение к Вьетнаму не известны его авторы я думаю, что они должны быть движение к формированию кодекса это работа очень большая и этот президент был во Франции в 2004 году когда все законы 20-го века касающиеся библиотеки от музеев памятников исторических в области причем их заместил законы разработки буквально за два года в частности в 2002 году закон охранных московых разработок франции и в 2002 году большой закон содержатель мусей франции спустя три года была большая работа все законы начиная с 2013 2013 года были введены кодекс внутреннего наследия и очень важно здесь отметить что перечень больших частей закона западает перечень объектных факторов и это еще дает возможность продать факторик это не идея сегодня надо работать всем вместе всем ущердям и бороться всех людей министерству и бороться потому что при такой работе исчезнут все комиссии это будет не механическое соединение а устранение производителей и выход на строительство и может даже культура в целом в этом году разрабатывалась основа государственной политики я с ними познакомилась и конечно творческий документ в настоящий момент и даже культура которую предлагают в Африке это исторично сложившаяся система ценностей но антикредитовом материально и культуры и человеческие населения конечно здесь ошибка в принципе культура это не только то что создали у нас существование нужно сохранять расследовать изучать посвещательные но нужно способствовать развитию культуры я думаю что кодекс культуры должен предусматривать то что эти идеи уже были воплощены они были заявлены и у него были последователи культуры Сергеевич Лихачеву Аркадия Невальсиер предлагали свои идеи в качестве декларации партнер и декларации партнер из русских миссинов тянется русских мыслителей это русская идея миссия почему-то пока выплатилась на французской змеи которая не затесняла эти рыбы я считаю что нужно начать это мне интересно послушать это у не я предоставил позвольте предоставить слово вице-президенту Второй Лидии защиты культуры Михаилу Николаевичу Чарячеву эволюционной народной культуры поздравляю с праздником геокультуры я поздравляю вас дубовинскую организацию проводит декоративную школу от Петербурга сотни школ в этой акции на светлые здравнику ну и сегодня уже здесь говорили о том что в Гаге открывается вращаясь артерий с вы знаете но здесь очень много было выступлений касающиеся таких вот предметных даже были такие супругливые что Анна Риколайчевна о том что оксетировка идет на искусство памятники Конечно, под культурой нужно принять и явления культуры, и традиции памятника культуры, носителей культуры, школы, подороченные школы, например, школы искусств, которые существуют, это все относится к этой очень широкой сфере культуры. Ну, а вы понимаете, что Николай Петин Шреев туда включал вообще и искусство, и науку, и духовные учения. То есть вообще культура – это широчайшее понятие, просто зависит от того, каким углом сознания, через какую призму, поскольку мы можем пробудить вот определенную духовную энергию для того, чтобы, пропустив ее через эту призму, оценить в том или ином срезе бытия, где проявляется культура. Здесь уже скользко проходили некоторые вопросы, связанные с законодательством, относительно природы и человека, что играется в культуру, что является носителем культуры. И если рассматривать более глубинно, если попытаться посмотреть в суть, почему в Рейхах говорим о том, что культурой есть почитание духа, почитание света, почитание творческого, божественного огня, то я осмелюсь сказать, что культура начинается с каждого атома. И говоря об эволюционном значении культуры, а сейчас важно об этом чаще и чаще говорить, мне хочется вспомнить о Владимире Ивановиче Вернадского, 150-летие которого, кстати, как и 150-летие другого почитаемого великого духа, посетившего нашу планету слабе Великананды, отмечалось в прошлом году. Но когда говорят о Вернадском, то довольно редко все-таки говорят о целостной картине учения на сфере и на сфере, о глобальном этом представлении, о его связи с глубокими корнями интуизма, буддизма, и редко говорят о том, что в ней есть вот зерно эволюционного понимания культуры. Я могу ли себе процитировать Владимира Ивановича, который осмелился ввести понятие биохимической энергии, которое и связывает различные проявления и различные организации форм материальных форм в биосфере и форм уже порожденных творческой деятельностью человеческого разума, что и составляет насилу. Пограничная эта область является техносферой. Так вот, введя вот такое вот синтетическое понятие биохимической энергии, которое терпят современные физики, современные ученые, потому что непонятно, что это такое запамлино-уткоевшим, что это, как у вас с позиции термодинамики, как с позиции известных видов энергии определить, классифицировать, в какую нишу заткнуть, чтобы успокоиться на этом. Георганский говорил о том, что эта новая форма биохимической энергии в процессе эволюции с одной энергией, она имеет эротическую структуру этой энергии. Новая форма, которую можно назвать энергией человеческой культуры или культурной биохимической энергии. Она является той формой биохимической энергии, которая создает в настоящее время наследство. И далее. Очень важно. Создание на нашей планете культурной биохимической энергии является основным фактом в ее геологической истории. Геологической истории. Оно подготовлялось в течение всего геологического времени. Основным решающим процессом здесь является максимальное проявление человеческого расла. Но по существу, пишет Владимир Владимирович, это неразрывно связано со всей биохимической энергией живого вещества. Носителями и выразителями этой энергии являются люди. И он отмечает, в мире реально существуют только личности, создающие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество, духовную энергию. Вот это очень важно понять. Но можно к этому дополнить слова, все, наверное, знают в переписке Гернадского с Флоренским, которую предложил отец Павел Александрович Флоренский ввести еще дополнительное понятие пневматосферы, то есть сферы проработанных духом, вещественных образований, таких как произведение искусства, они собой составляют по его представлениям пневматосферу, что особая часть вещества включена в круговорот культуры или точнее в круговорот духа. И это заставляет подозревать, пишет Флоренский, существование в соответственной особой сфере вещества в космосе. Таким образом, мы подходим к тому, что культура выступает как объединяющая начало творчества природы и творчества на ее более одухотворенные части человечества, с творчеством духа. Мы выходим за границы Земли, когда говорим о культуре, мы выходим за границы человека, ну на самом деле человек безграничен в своем потенциале, а также как безграничен в своем потенциале и атома. И это возражение подмечало, что одно из краеугольных гамней, которое будет периодически вспыхивать перед разными областями познания человечества, в его освоении одухотворенной науки, это будет бесконечная деревоста атома и иллюзорность материи. Так вот, культура является той основой, основой бытия, которая является пограничной между внутренним миром, внутренним миром материи, внутренним миром человека, внутренним миром космоса и внешним миром, внешним миром проявления, через творчество духа. Николай Константин Шрейдер ввел определенное иерархическое понятие, без которого тоже не понять эволюционное значение культуры. Вы все, наверное, знаете, я с вами словами перескажу, он говорил, что невежественный человек становится цивилизованным, цивилизованный человек становится образованным, на ступенье буквально. Потом появляется интеллигентный человек, он несет интеллекту, все определенные качества разных, и только как завершающие этого возникает утонченность сознания и понятие синтеза, культурного синтеза. Так вот, настоящую культуру рейлистского понимания могут создавать носители этого синтеза духа. Но очень часто, и даже когда говорится о культуре, о применимости ее каким-то запоминательным иерархическим актом, мы начинаем раздроблять это и сводить это к тому более проявленному слову сознания, которое может это воспринять. Рейлик считал, что настоящее испытание человечества, вот они сейчас вплотную подошли, а человечество прошло испытание объемом, мечом, водой и так далее, испытание восприятия культуры. Вот и здесь на крупном столе через разные аспекты складывается вот этот синтез. Он складывается тогда весьма мучительно, потому что разные грани и уровни этого синтеза, который сияет какой-то путеводной звездой, заданной духовной основой концепции культуры Рейлика, повторяем, что Бак-Рейлик является только кристаллизованной части вершины этого азии. А вот эта вот путеводная звезда, этот идеал, без которого человечество, не каждый человек, и все человечество прожить не может. Этот идеал составляет ту иерархическую преемственность, без которой немыслима культуры. Но в этой иерархической преемственности при переходе из одной степени к другой нужно находить в себе смелость отшелучивать шелуху. Она становится удобрением для роста зерна. Рис без оболочки не прорастет, другое зерно не прорастет без оболочки. Но выступает момент, когда эта оболочка спадает. И зерно духа содержит в себе все потенциалы роста, содержит в себе все проформы бытия. В этом отношении культура несет то средоточие духовных возможностей всего человечества, совокупного человечества, которое накопилось через, прежде всего, в единый чашу общечеловеческих достижений, через творцов, через гениев. Мы очень часто, выбирая даже какие-то нормативы для законодательных актов, берем усредненность, берем механическую смесь, приводим это к устоявшейся системе, наше право все-таки еще не отказалось от римского права, которое себя изжило. И изжило себя давным-давно по динамичному вхождению в жизнь. Поэтому возникают такие проблемы с институтами, которые призваны проводить законодательные акты в жизни. Культуру в жизнь могут проводить творцы. И само понятие творчество является краугольным понятием. Культура выступает как объединяющая начало творчества природы, творчества наиболее духотворенной части. Человечества с творчеством духа, повторяю. Который является самоорганизующейся, саморазвивающейся системой духа. Проявляется через многообразные формы творения. И это все составляет единую симфонию. Мы просто привыкли к восприятиям культуры расчленять, дифференцировать. Наступая эпоха, тогда нужно это все соединять. Собирать эти карты. И трагические события, которые мы сейчас... Свидетельство, свидетельство то, что происходит на Украине, то, что происходит во всем мире, говорит о глобальных двигах, которые претерпевает человечество. Не только полюс Земли, не только магнитный полюс меняется, не только полюс Солнца, меняется переполюсовка духа человеческого внутри каждого из нас. Вот этот смысл креста Адов, который повторен египетского смысла, который повторен в петле Шива, если вы знаете Пашава, в петле Шива, символизирует ось Земли вертикально, символизирует средоточие сердца, или экватор горизонтальный, и символизирует шишковидную железу третий глаз, символизирует вот то Солнце Духовное, которое в синтезе возникает через энергию микропозума, которая издворяется вот человеком, энергию его более животного начала, к энергии сердечной и к энергии духовной, к энергии прозревающей и энергии творящей, соединяющей начало этого микропозума в его отражении с Макжуусом. Без такого постижения культуры трудно говорить, что культура является общим началом, позволяющим осознать единство, на сокровищ человеческого духа. Каждая нация имеет свои святыни, но есть общечеловеческие святыни, которые и состоят из этих ключей отдельных достижений отдельных культур. Страны приходят и уходят. Выразители души народа остаются, потому что их накопления остаются в культуре. Культура – вечное понятие с позиции Рейха, цивилизация – временное понятие. Мы присутствуем, давайте называть вещи своими именами, разрушение западной механической вошибной цивилизации, которая стала логической. Это разрушение неизбежно. И то, что происходит сейчас в столкновении войны за последние десятилетия – это процесс. Это процесс, который был предсказан не только Рейху, конечно, и Ломолосов, и Вернадский, и Шпендлер, и Тойльбе говорили о том и сам. И мыслители Востока, знающие циклические пути развития эволюции человечества, говорили об этом же. Мы вошли в стадию воплощенного и проявленного процесса этого проявления. Об этом предупреждал и Бердяев, когда он говорил о том, что сильный космический вечер колебит все страны, народы и культуры. Чтобы устоять от этого ветра, нужна большая духовная сосредоточенность и углубленность. Нужно религиозное переживание исторических катастроф. Вот нужна духовная концентрация, чтобы это помочь. И низшие силы всегда подымаются, и они стихийно являются выразителями кармических каких-то, давно накопленных энергий, которые должны смести одни формы в обществе и привести более другим работодателям. Ибо говорится есть уточение человека, уточение сознания и включение его в новое качество синтеза, которое становится сердцем. Мы поставили телегу впереди лошади. Мы слишком западная цивилизация. Мы слишком большой акцент сделали на развитие рассудка. для развития низшего рассудка. Низшего баланса, если идут в восточном языке. Но наступают времена, когда это входит в острое противоречие с призванием самого бытия, с призванием эволюции. И поэтому корка этого, этой противоречия, это относится к науке, которая стала очень материальной, это относится и к организации общества и государственным построениям. Возникают общие противоречия. Поэтому и государство в лучших своих проявлениях обращается к общественным организациям. И просто то, что сегодня Владислав говорит с обращением Путина, это справедливо совершено. Рождается новая форма общности сознания людей. Я мог бы здесь привести слова Достоевского, которые оказались пророческими по то, что сейчас происходит на Украине, пророческими на славянских странах. Вы можете обратиться к книгу писателя 1977 года, в сентябре-декабре, где, в связи с болгарскими событиями с турками, Достоевский предупреждает, не будет ли у России, никогда еще не было таких ненавистников, завистников, плеведников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными, начнут же они по освобождению в свою новую жизнь именно с того, что выбрать у Европы, у Англии, у Германии, например, участие по правительствам их свободе. И хоть в концерте европейских держав будет Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себя и убедят себя в том, что Россия, они не обязаны ни малейшей благодарности на фоне, что в основе России они едва спаслись при заключении в мир вмешательством европейского концерта и не вмешающаяся Европы, так Россия поглотила бы их так чаще, имея в виду расширение границ и основание Великой Всеславянской империи на превращение славян к жертвому хитрому и варонскому и перегородскому плитку.